Делаем разметку для перегородки на полу, потом и на стене, затем заготавливаем Газобетон по размеру, если нет под рукой ножовки, а распилить срочно надо, то можно применить просто гребенку Каждый ряд привязывается к стене Укладку производим на монтажный клей Чтобы выйти на минимальный слой, углубляем маяк Затем устанавливаем в нужный нам размер То же самое делаем на верхней точке Устанавливаем строго по лазеру После чего между маяками наносим клей И проходим провилом по нашим маякам Уровень маяка проверяем таким образом, чтобы линия по вертикали была одного размера Вот такие у нас получились маяки После полного высыхания приступаем к штукатурке Штукатурку произвожу клеем основит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такие же растворные маяки делаем на всех стенках Стены были с гипсовой штукатурки Пришлось грунтовать специальной грунтовкой И штукатурить белым клеем Так как плитку буду класть тоже на него После полного высыхания стены грунтуем А в душевой кабинке наносим гидроизоляцию В два слоя В местах, где уже шпаклевали Я прохожу ножом Затем Прохожу специальной грунтовкой Название и его предназначение Я также афиширую в следующем ролике Берем верхнюю точку пола Кладем крестики Так как они составляют толщину слоя клеем Между полом и плиткой Далее устанавливаем еще два элемента И делаем разметку Для начала первого ряда После чего прикручиваем направляющие профиля Начинаем укладку из натурального камня В моем случае это мрамор Плитка неровная И нам приходится корректировать таким образом Подставляя под каждый ряд лазерный нивелир Клей применяю белого цвета Название Богатель Гребенкой в 6 мм Поехали дальше Обязательно всю плоскость корректируем уровнем Оставляя зазор в 2 мм Оставляя зазор в 3 мм Субтитры делал DimaTorzok Производим укладку фриза. Также из марамара. Корректируя плоскость правилам. Приступаем к укладке мозаики. Тоже из мрамора. Гребенкой 6 мм. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Элементы мозаики корректируем в одной плоскости с правилом. С отверстием немного промазали. Будем перемещать чуть выше. Делаем разметку фриза и производим его распил. Для этого я применяю станок от фирмы ELMAS. Алмазным диском D-Star. Заготовки делаем для наружных и внутренних углов. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее идет плитка 10х10, также из мрамора. Отверстие будем делать алмазной коронкой. А для постоянного смачивания применим губку. Ну вот, губка отлично справилась со своим заданием. Продолжение следует... Продолжение следует... Перед укладкой душевой кабинки, стены проходим гидроизоляцией в два слоя. Далее начинаем облицовку душевой кабинки из натурального камня. Обратите внимание, что заводская сторона отличается от той, что отпилили. Отмечаем под каждую плитку по факту. Ну и чтоб у нас резная сторона была похожа на заводскую. Пилеть будем с другой стороны, так как она создает небольшие сколы, похожие на заводской. Можно немного добавить черепашкой. Ею можно добиться абсолютно одинакового сходства. Даже и не отличишь. Все как задумано, по дизайну производителя. Распиленую сторону пустим во внутрь душевой кабинки. Укладку производим также на белый клей. Гребенка 6 миллиметров. Ну и корректируем, как всегда. Далее. Далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Производим распил фреза для наружного угла... Вот такую ставку буду делать, потом объясню для чего... От данной ставки пойдет профиль для стеклянной двери душевой кабинки... Вот так это выглядит... В данном месте у нас идет несовпадение с плиткой... И мы решили отпилить с двух плиток равномерно... Для совпадения ряда... Как мы видим, это практически незаметно... Продолжаем облицовку в душевой кабинке... Друзья, подписываемся на мой инстаграм... И вы первые узнаете, что будет дальше... Ссылка в описании... Продолжение следует... 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 А теперь я покажу, почему... Данную плитку... Нельзя класть таким образом... Так как гребенка... Маленького размера... Клей следом... Обветривается... Получается... Очень слабая адгезия... Клей-плитка... Обратите внимание... Очень много пустот... Я не стал рисковать... Делать укладку таким способом... Перед укладкой... Противоположной стены... Устанавливаем... Лазерный нювелир... На уровне готовой плитки... И приступаем к ее укладке... Продолжение следует... Устанавливаем... Редактор субтитров... Продолжение следует... Данная плитка не совсем ровная и ее приходится постоянно крутить, чтобы как-то выровнять. Продолжение следует... Вначале делаем всю разметку лазерным построителем для облегчения дальнейшей работы. Только после этого приступаем к укладке фриза из мрамора. В этом видео я постараюсь показать всю поэтапную работу по сборке рамки под зеркало и фриза по всему горизонту. Думаю, комментарии здесь лишние. Вы и так все поймете. Приятного всем просмотра! Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Такой способ «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Произведем монтаж трубы для соединения трапа и зальем цементно-песчаным раствором, тщательно забивая все пустоты. После чего соединяем трап и устанавливаем его по нужному нам размеру. Далее закидываем раствором. После того, как раствор высохнет, горизонт трапа корректируем по лазерному построителю. Маяки устанавливаем на 1 метр площади 1 сантиметр уклона. После чего заливаем душевой поддон. Клеим с высокой адгезией. Такой клей не пропускает влагу. После полного высыхания клеим гидроизоляционную ленту. Проходим валиком или шпателем. После чего наносим гидроизоляцию в первый слой. После высыхания наносим второй слой. На следующий день делаем раскладку. Прикладываем плитку посреди трапа. Отмеряем линию под трап. Подрезаем края и линию к трапу. Затем также подрезаем с другой стороны. Отмеряем края и режем их по размеру. После всей подгонки приступаем к облицовке душевого поддона. Облицовку производим белым клеем. Гребенкой 6 мм. Белым клеем. Белым клеем. Играет пуду. Гребенка 6 мм. Белый клеем с днем и замкнут. Белый клеем. Проверим все уклоны Весь периметр душевого поддона должен быть в один уровень Для лучшего стека трапа утапливаем трап на 1-2 мм От начала стены до трапа должен быть уклон около сантиметра Закончили облицовку душевого поддона Приступаем к выравниванию пола в ванной комнате Грунтуем Далее устанавливаем провила с одним уровнем лазерного построителя Наносим белый клей И протягиваем провилом Вот такие вот у нас получились маяки Из-за того, что слой не превышает 6 мм Выравнивание пола производим клеем Тщательно втирая гребенкой Для лучшей сцепки После полного высыхания пола Грунтуем его Затем делаем подрезку На временной укладке без клея После чего производим ее укладку Укладываем также на белый клей С гребенкой 6 мм 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После полного высыхания пола приступаем к нижнему ряду. В начале работы мы делали такую разметку. И начинали со второго ряда. Посмотрим, насколько у нас все совпало. Я думаю, что все четко. Приступаем к укладке нижнего ряда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершили весь нижний ряд. В том числе и поддон. Еще раз все тщательно проверяем. Также облицевали бордюр душевого подона. Здесь у нас будет устанавливаться профиль стеклянной двери душевой кабинки. Субтитры создавал DimaTorzok Все работы производились из чистого мрамора. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, чтобы быть в курсе всех новейших дизайн-проектов, подписываемся на мой канал. А чтоб ничего не пропустить, жмите на колокольчик. Всем пока, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok